Всем привет, с вами Артём. Сегодня 31 января 2017 года и пришло время подводить определенные итоги месяца. Итак, я ставил себе условие, что с первого числа на моем канале должно выходить хотя бы одно видео в день. В принципе, так оно и получилось. Более того, таких дней, когда выходили только новости, было три или четыре штуки. Всё остальное время у нас выходило от двух до пяти видео в день. Стоит сказать, что такой график принёс свои плоды и показатели канала взлетели вверх. Собственно, с первой главной целью добиться стабильности на канале я справился. Я уже привык к такому графику и буду продолжать ему следовать. В феврале у нас новая цель – увеличить количество крупных передач, таких как Игрокульт или Донт Плей. Почему я их называю крупными? Потому что над ними производится намного больше работы, чем над всеми остальными видео. Однако, как я думаю, вы все знаете, у такого графика оказалась и тёмная сторона. Точнее, даже не у самого графика, а у моей любви к играм от FromSoftware. С моей стороны была ошибка делать реплей по Dark Souls 3 вместе с прохождением про Харри и Андели сразу же после прохождения Bloodborne и Resident Evil 7. На меня свалилось слишком много хардкора, нервная система уже не выдерживала, и в итоге я получил переутомление. Из-за этого было очень много бомбежа, было дикое перенапряжение, а само прохождение Dark Souls 3 оказалось немножко куцем. На будущее надо будет такие вещи продумывать. Как-то так получилось, что Bloodborne шёл слишком легко, а вот серия Souls мне наваляла. Итак, по итогам. На канал вернулась передача Игрокульт, которая была приурочена к 20-летию серии Diablo. Мы сделали два выпуска передачи Don't Play, возвращение которой уже никто не верил. Было несколько влогов на разные темы, и каждый день у нас выходили новости. С первого числа вышел 31 выпуск передачи Dark N'Lore News. К тому же нам удалось записать передачу Dark N'Lore Company с Димой Бакштеевым, которого все знают как Помидорку за решёткой. Что же у нас по прохождениям? За январь мы смогли пройти все три части Макса Пэйна, мы справились с Bloodborne и с Dark Souls 3, а также за один день в виде 12-часового стрима мы прошли игру Resident Evil 7. Ну и помимо прочего на канал вернулся World of Warcraft. Также стоит напомнить о том, что на канале сейчас идут прохождения трёх частей Diablo одновременно. Итак, если коротко, то в январе канал оказался весьма продуктивным, в чём я вас и себя поздравляю. Как я уже сказал, в феврале я планирую увеличение количества крупных передач. Однако, первого числа я буду отдыхать. Ничего, кроме новостей, первого числа не ждите. Я, в принципе, даже новости планирую записать с вечера, чтобы первого числа вообще не думать о канале. Мне уже давно подписчики говорили, чтобы я отдохнул, так что вот. Ну и небольшой спойлер. В скором времени на нашем канале начнётся прохождение двух частей игры The Banner Saga. Надеюсь, вы и я получим удовольствие от этого приключения. С новостями я закончил. Информацию я до вас донёс, что хотел сказать, сказал, так что давайте завершать этот влог. Если вам было интересно, то ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, зовите друзей, вступайте в группу ВКонтакте и подписывайтесь на Твич-канал. А также жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. С вами был Артём, всем всего хорошего. Пока!